Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в новом видео! И сегодня я решила продолжать рубрику монобрендовых роликов. Сразу хочу предупредить, что видео не спонсировано, и это исключительно лишь моя инициатива. Сегодня я хочу с вами поболтать, накраситься и рассказать поподробнее о бренде Sensai. Это японский бренд, и вы знаете, что достаточно часто в моих видео мелькают не только уходовые, но и декоративные продукты этого бренда. И я достаточно часто получаю большое количество вопросов, связанных над темой того, какой продукт лучше выбрать, как его подобрать. Поэтому я решила снять отдельный ролик об этом бренде, где покажу все свои фавориты, расскажу о тех продуктах, которые пробовала. В общем, надеюсь, что вам эта рубрика нравится, поэтому давайте начинать! И начать я хочу, конечно же, с ухода, потому что влюбилась я в эту продукцию, наверное, чуть больше двух лет. Я помню, как я попробовала первые очищающие продукты, именно с очищения началось мое знакомство. Вообще, до того, как я попробовала, я читала огромное количество отзывов о продукции Sensai, и мне уже хотелось попробовать. Я уже была, так сказать, подготовлена, немножечко знала о том, как нужно использовать те или иные продукты. Так вот, давайте расскажу и вам тоже. Смысл вообще очищения и ухода японской системе в том, чтобы делать все в несколько этапов. То есть двухфазное очищение, двухфазное увлажнение от более жидких текстур к более кремовым и густым. И здесь как раз-таки при использовании этого ухода мы можем наблюдать стопроцентную эту систему. Давайте расскажу о своих фаворитах и о том, с чем я недавно познакомилась и начала использовать. Что касается очищения, то у Sensai есть несколько вариантов первого этапа очищения. Первый этап очищения, как правило, помогает расщепить жирные текстуры, ваш макияж и снять как раз-таки макияж с вашего лица. А второй этап очищения уже призначен для того, чтобы очищать кожу изнутри, чтобы прочищать все поры и делать кожу максимально чистой. Я пробовала практически все варианты первого и второго этапа и давайте покажу вам свои фавориты. В качестве первого этапа я обожаю вот такой очищающий бальзам. У него более мягкая какая-то консистенция, чем у очищающего крема, но не такая жирненькая, как у классического гидрофильного масла. Мне это очень нравится. Вообще любой первый этап и любое гидрофильное масло нужно наносить на лицо с сухими руками и, конечно же, на сухую кожу. И легкими такими круговыми массажными движениями вы должны распределить продукт по всему лицу. И вот это вот масло, которое из текстуры бальзама превращается в масло на вашей коже, оно как раз-таки и растворяет все косметические продукты. Если вы чувствуете, что масло не растапливается как будто бы, и оно не превращается как раз-таки в масло, значит, скорее всего, вам такая текстура не подходит и вам что-то нужно более жидкое. Мне текстура бальзама очень подходит. Она отлично смывает макияж. Единственное, если, например, у вас были яркие глаза, гелевая подводка, какая-то яркая черно-насыщенная тушь, то мне, как правило, требуется дополнительно использовать мицеллярную воду. И я бы рекомендовала использовать этот первый этап, если у вас был ежедневный такой ваш натуральный естественный мейк. В качестве второго этапа очищения я обожаю грязевое мыло, это называется Mutant Soap. Грязевое мыло очень глубоко очищает кожу. Это у меня уже третья упаковка, и я прям всем его рекомендую. На самом деле, мне кажется, что этот продукт подходит абсолютно любому типу кожи. Единственное, что если ваша кожа слишком сухая, то можно использовать пару раз в неделю вечером перед сном, для того, чтобы все-таки кожу очистить. Потому что глубокое очищение равно красивая, здоровая кожа. С этого все начинается, я очень часто об этом говорю. И у меня как раз-таки в свое время были проблемы именно с очищением. Поэтому я сейчас за это, так сказать, топлю, и очищение для меня одно из самых важных именно во всей бьюти-рутине. Поэтому я нашла для себя идеальный продукт, который справляется на 100% круто с очищением, кожа не скрипит, при этом она не сухая. Все, знаете, очень комфортно, но при этом вы чувствуете, что кожа действительно очистилась. Я могу смело рекомендовать Mutant Soap именно абсолютно всем, и это вот прям мой фаворит. Иногда, когда мне нужно добиться более такого, знаете, эффекта очищения, например, когда у меня был съемочный день, я сменила несколько образов, вечером я хочу прямо, чтобы все, все, что было на моем лице, очистилось. В такие дни, это бывает, наверное, раз в неделю, я наношу вот такую вот маску Silk Peeling Mask, название этого продукта. Это густая, плотная такая белая консистенция с микрогранулами в составе, которые очень круто очищают кожу. То есть я рекомендую эту маску нанести вам хотя бы на 2-3 минуты. Она абсолютно не стягивает кожу, как делают это многие глиняные маски. То есть ощущения сухости опять же нет, но вы смываете, и даже как будто бы кожа увлажнена после вроде бы очищающей маски. Вот что мне нравится у японской системы ухода, то что даже очищение, несмотря на то, что оно глубокое, оно очень комфортное и максимально какое-то питательное, ухаживающее. Это очень здорово. Это что касается классической линейки очищения, только что я вам про нее рассказала. И совсем недавно я познакомилась с премиальной линейкой этого бренда. Эта линейка называется Ultimate. И она, конечно, отличается не только упаковками. Видите, здесь они такие золотые, очень красиво. На самом деле это все выглядит на туалетном столике. Но и очищается отдушками и эффектом, который вы видите на коже. Эта линейка Ultimate дороже, чем классическая линейка очищения. И давайте начнем с масла. Масло, которое называется The Cleansing Oil. Классическое гидрофильное масло, жидкая консистенция. Мне нужно два нажатия для того, чтобы полностью снять макияж. И первое, что бросается, так сказать, в глаза, когда вы начинаете использовать эту линейку, это отдушки. Отдушки очень тонкие и очень приятные. То есть вот вы, когда умываетесь, как будто бы, не знаю, какая-то роскошь. Вот она присутствует, понимаете? Вот этот вот воздух, все меняется вокруг. Поэтому, конечно, это безумно приятно. Ты чувствуешь, что твоя кожа не просто очистилась. Она не просто увлажнилась, как после классической линейки. А она как будто бы прям уже напиталась. И все, уход можно бы уже не наносить. Но, конечно же, после масла я наношу вот такое вот мыло. Также очищающая это, точнее, пенка. Текстура, в отличие от Mutant Soap, отличается. Она более кремовая, она более, знаете, щадящая. В ней больше, что ли, шелка. И это, конечно же, опять же, очень-очень ощущается. В комплекте, кстати, вот с этой пенкой идет вот такой вот помазочек, как я его называю. Эта штучка, призначена для того, чтобы взбивать пену и как раз-таки ей уже проходиться по лицу. Я на самом деле таких штук боюсь. Мне кажется, что они травмируют кожу, расширяют поры. И когда этот помазочек в сухом варианте, как раз-таки может оказаться, что он твердоватый, немножко жестковат. Но как только вы хорошо его намочите, как только вы начнете взбивать эту пену, вы поймете, что это очень мягкая, шелковистая какая-то вот такая текстура. Болосочки у этого помазочка очень тоненькие. И это, конечно, не может не радовать. Я не делаю очищение при помощи вот этой штуки каждый вечер. Я делаю это пару раз в неделю, например, когда вы принимаете душ, это очень удобно. Можно сразу хорошенечко очистить кожу, лица, зоны шеи и декольте. Поэтому это очень удобно. Ну и в заключении, конечно, про линейку Ultimate хочется сказать, что да, отличается. Отличается от душки, отличается качество текстуры, отличается качество вашей кожи после использования. Но на самом деле я обожаю как раз-таки Mutant Soap из классической линейки. Считаю, что вот этого базового очищения более чем достаточно на каждый день. Это если вы хотите себя побаловать, если вы хотите сделать качественный крутой подарок, то, конечно же, да, однозначно понравится. У меня кожа уже очищена, и я жду, не дождусь нанести увлажняющий текстур, потому что на самом деле, конечно же, увлажнение Sensai это, опять же, особый какой-то приятный ритуал. Как я уже сказала, увлажнение здесь тоже идет в несколько этапов. И если, например, обратиться к классической линейке Cellar Performance, про которую я неоднократно говорила в своих видео, то все из этих продуктов я считаю очень универсальными и подходящими абсолютно под любой тип кожи. Я пробовала их на девушках, склонной к сухости кожи, и пробовала на возрастной коже, и использую их на себе. И любую кожу они очень хорошо увлажняют. Кожа действительно становится мягкая, вся косметика ложится идеально, тон держится весь день. И при этом вот эти текстуры, лосьон и эмульсия, они не перегружают. То есть это то, что нужно вашей коже, то, что нужно абсолютно любой коже. Я действительно с уверенностью могу это сказать, потому что я Sensai использую не только для себя, но и в студии у меня для клиентов, и для моделей для своих я использую также подготовку кожи именно от бренда Sensai. Поэтому классическая линейка лосьона и эмульсия это то, что однозначно, если вам хочется увлажнения, если вам хочется мягкости вашей кожи, то это точно вам понравится. Ну а сегодня покажу более дорогую, опять же, роскошную линейку. Это линейка Ultimate, это лосьон. И я использую его на протяжении недели после умывания сразу же. И это, конечно, знаете, такой жидкий шелк. Вот действительно не побоюсь этого словосочетания, потому что это то, что обволакивает вашу кожу, и вы просто невероятно кайфуете. Если честно, мне кажется, что лосьон уже достаточно как увлажнение. Мне иногда даже крема не хочется наносить. И в принципе, я считаю, что когда ты наносишь такой лосьон, все, можно больше ничего не делать. Кожа уже красивая, она светится, и ухода в ней предназначена. Поэтому перед макияжем я, как правило, чаще всего использую просто лосьон. Любые, кстати, лосьонные эмульсии у Сенсай лучше наносить не ватными дисками, а именно при помощи ладоней. Наносите несколько капель, распределяйте их между рук, и вот такими мягкими промакивающими движениями я наношу абсолютно любой вот такой жидкий увлажняющий продукт от Сенсай. Маслянистая текстура. Вот она прям, знаете, ощущается, но при этом абсолютно не жирная она. То есть это быстро впитывается, но это действительно как будто бы, знаете, так обволакивает и защищает вашу кожу в течение дня. И мне это очень нравится. А после какого-то, например, нервного тяжелого дня нанести такое средство, и сразу же такой, знаете, прям релакс. Поэтому наношу на все лицо и немножечко опускаю, конечно же, на шею. Далее я хочу показать крем, который я использую уже во второй раз для себя. Это крем для зоны вокруг глаз. Я очень много говорю о том, что зона вокруг глаз моя лично проблемная зона, потому что у меня здесь достаточно активная мимика, и не любой крем способен увлажнить мою кожу, а также не любой тон или любой консилер хорошо ляжет в этой зоне. Поэтому у меня, знаете, такое свое мнение всегда за счет каждого продукта. И вот этот крем называется Eye Contour Cream из линейки Cellar Performance. И у него очень-очень-очень жирная текстура. Вот то есть его нужно прям капельку. Я просто макаю пальчик, небольшое количество продукта набираю, и вы знаете, вот такими легкими аппликативными движениями я распределяю продукт. Даю ему немножечко разогреться сначала, и потом уже начинаю вот так вот его аккуратненько как бы втирать. Но при этом, конечно же, не растягиваем кожу. Это, знаете, такой прям бальзам для зоны вокруг глаз, потому что он как будто бы заполняет мимику, как будто бы заполняет и распределяет мелкие морщинки, и хватает вот такой баночки, не знаю, мне, по-моему, предыдущего крема хватило месяцев на 9 ежедневного, утреннего и вечернего использования, поэтому я считаю, что, в принципе, это очень-очень хорошо. Что касается увлажняющих кремов, то я, в принципе, пробовала и линейку Cellular Performance, и могу сказать, что мой фаворит именно в увлажняющих кремах от Sensai – это линейка Absolute Silk. Это линейка, в которой также присутствует, кстати, вот такой вот мусс, который заменяет, по идее, лосьон, но он идет в формате мусса, это очень интересно. Также показывала неоднократно, вот такая здесь текстура, способствует на тому, чтобы поры становились меньше и, конечно, очень-очень круто. Также увлажняет, разглаживает действительно кожу. И отдушка здесь, кстати, похожа с линейкой Ultimate у Absolute Silk. И увлажняет, питает, разглаживает, тонизирует вашу кожу. И здесь есть также крем, и вот крем мне очень нравится. У него такая, знаете, достаточно плотная, густая консистенция, его требуется совсем небольшое количество. Я сейчас покажу. Я прям беру такую маленькую капельку, распределяю между рук, и вот такими движениями я просто наношу крем. Его не нужно много, то есть за счет своей этой плотной консистенции, чтобы не переборщить, да, с увлажнением, его требуется прям горошинка, и все. Вот я жду пару минут, чтобы это все впиталось, увлажнилось. И пока это все впитывается, давайте расскажу про продукты, которые помогают мне поддерживать губы в красивом состоянии. Я думаю, что многие слышали про Total Lip Treatment от Sensai. Это маска-бальзам, которая восстанавливает абсолютно любое состояние губ. И вот даже если ваши губы с какими-то коросточками, то, в принципе, за ночь этот продукт сможет восстановить и увлажнить ваши губы. Я наношу его, как правило, на ночь толстым слоем на все губы, и в том числе на контур, но у него есть альтернатива. Если вам хочется, например, что-то ухаживающее носить с собой в сумочке, то я что-то достану. Вот он, Total Lip Gloss. Это, в принципе, та же самая система ухода за губами, только в формате блеска. И здесь еще присутствуют мелкие сияющие частицы. Пока мы с вами будем краситься, я хочу, чтобы этот глосс увлажнял мои губы. Я наношу совсем немного, и этого, опять же, конечно же, хватит, чтобы все увлажнить, напитать. И вы как раз можете посмотреть, как этот бальзам самостоятельно смотрится на губах. Ну что, тем временем, я думаю, можно приступать к макияжу. И сегодня я буду показывать вам, опять же, свои фавориты, и буду их комментировать. И я думаю, что я уже показывала вам, как на мне смотрится и работает тон от Sensai, который называется Luminous Sheer Foundation. И это тон, который увлажняет, подсвечивает кожу, и очень хорошо перед этим перекрывает пигмент. То есть это действительно легкая такая консистенция водянистая, идеально для нормальной, немножко комби, или склонной к сухости кожи, которая перекроет, выровняет, но при этом абсолютно будет незаметна на лице. Если вы любительница более атласного, такого полуматого, я бы сказала, финиша, то, возможно, вам понравится Flawless Satin Foundation, и я хочу сегодня нанести его на себя. Но перед этим я также добавлю немножечко подсвечивающей базы, и вот эту базу я рекомендую использовать девушкам, у которых цвет лица немножко такой, знаете, сероватый, потому что за счет своего персиково-золотистого пигмента очень хорошо нейтрализует и освежает. Можно спокойно использовать на все лицо, но я в основном использую на выступающие участки лица. Сияние здесь очень мелкодисперсное, прям суперделикатное, и это, конечно, меня радует, потому что зрительно разглаживаются все морщинки, вся мимика, поэтому можно использовать и в возрастном макияже, и это однозначно вас освежит. Ну что ж, и давайте теперь приступим к нанесению тона. Я буду использовать для себя оттенок 203 Natural Beige. Итак, я начинаю наносить с нижней части лица и аккуратно подтушевываю к центральной. Тон, на самом деле, не сказала бы, что идет прям с полуматовым финишем, он больше естественный, такой, знаете, немножко слегка подсвечивающий, но при этом, конечно же, он отлично будет смотреться на коже, склонной к жирности, потому что все-таки в нем такое оптимальное количество подсвечивающих частиц, который не будет подчеркивать лишний жирный блеск. Как вы видите, выравнивает он просто, мне кажется, отлично, при этом он комфортен и абсолютно не ощущается на коже. Вы можете спокойно его использовать и на каждый день, и, например, на более важном мероприятии, потому что он также наслаивается, и при помощи этого можно усиливать покрытие. Тон я нанесла, посмотрите, как кожа стала красиво выглядеть, она выглядит очень свежо, естественно, я бы не сказала, что на ней виден какой-то тон, и при этом она даже слегка подсвечивается. Это за счет того, что у нас с вами был, конечно же, качественный уход, который напитал мою кожу, и плюс тон все-таки имеется такие, знаете, легкие подсвечивающие частицы. Теперь я бы хотела проработать зону вокруг глаз, и сейчас я буду использовать консилер. Консилер заявляется как подсвечивающий, и я для себя буду использовать оттенок 02. Сразу скажу, что обожаю его использовать в макияже, когда мне нужен антиэйдж эффект, потому что как раз-таки за счет этого хайлайта в составе он очень круто, как будто бы расправляет кожу в этой зоне, она, конечно же, сразу освежается, и выглядит в целом образ намного свежее и моложе. И давайте сейчас покажу, как я это делаю. Консилер имеет кисточку, его нужно немножко выдавить, и я, как правило, использую совсем небольшое количество продукта, потому что он достаточно плотной консистенции, но, несмотря на это, он быстро начинает качественно тушеваться, сливаться с кожей и, конечно, в момент освежает. Плотность у него достаточно легкая, то есть если у вас есть прям синячок или какая-то проблемка, то, скорее всего, он с ней не справится, но если вы хотите просто освежить зону вокруг глаз, и чтобы консилер не был заметен в течение дня, то это как раз-таки отличный вариант. Сразу скажу, что я подарила такой консилер своей маме, и она прям с удовольствием им пользуется, и он ей идеально подходит на каждый день. Далее давайте оформим брови, и сейчас я это буду делать при помощи вот такого автоматического карандаша с таким достаточно тонким грифелем. Я такие формы люблю, ими можно легко прорисовать волосковую технику, и здесь на другой стороне есть щеточка, что тоже удобно, и я буду для себя использовать оттенок 03 Tau Brown, и для начала просто укладываю волоски в нужном мне направлении, и теперь начинаем прокрашивать пробелы. Ну что, брови готовы, и теперь хотелось бы немножко поговорить о вот этом многофункциональном продукте. Это продукт, который называется Supreme Eliminator, это кремовый хайлайтер, который я, помимо всего прочего, очень люблю использовать еще и на глаза. У него такая, знаете, маслянистая, какая-то плотненькая консистенция, и я прям пальчиком его вот так растапливаю в упаковке, и уже после легкими аппликативными движениями начинаю его аккуратно переносить, точно. Он создает очень натуральный и естественный блеск на коже, при этом это как бы не блеск, который может ассоциироваться у некоторых с каким-то жирным блеском, это именно красивое, благородное освещение такой, знаете, ухоженной, красивой кожи. И я наношу его на выступающую косточку, дальше немножко на спинку носика, совсем небольшое количество мне потребуется, потому что он достаточно такой яркий эффект добавляет сразу. Немножко над верхней губой. И также я обожаю это использовать именно на глаза, на веки, таким образом. Вот когда речь идет о макияже за 3 минуты, можно просто нанести вот такой продукт, накрасить ресницы тушью, и все, макияж готов. Итак, ну что ж, мы расставили с вами все акценты кремовыми продуктами, и теперь давайте я покажу вам свою самую любимую пудру, потому что она творит чудеса, она очень красиво фотошопит кожу, она абсолютно незаметна, она подходит абсолютно всем, и ее очень-очень много, хватит надолго. Это трансулесентная пудра, которая не имеет оттенка. Здесь идет такая пуховочка, но я, честно, не люблю ее использовать. Я беру пушистую кисть, набираю небольшое количество пудры, и прям вот такими движениями, вбивающими, аккуратно прохожусь по центральной части лица, чтобы здесь не было блеска, потому что он нам здесь как бы и не нужен. Я думаю, что через камеру видно, как она блюрит кожу. И усмиряет этот блеск в центральной части лица. Кожа выглядит более ровной, более такой матовой, но при этом не намертво матовой. То есть все очень естественно, все очень натурально, все очень незаметно. Если вы любите такую стилистику, то однозначно вам продукты понравятся. И теперь я хочу немножко добавить фреш румянца, и сейчас буду использовать оттенки румян. Мой самый любимый румянец у бренда Sensai это оттенок 05, Blooming Beige. И еще мои фавориты сильнейки это 04 и 01. Вот такой ягодный и вот такой оранжевый, который идеален будет блондинкам, таким, знаете, слегка загорелым. Я же между собой смешаю беж и ягодный оттенок и получу что-то такое среднее. Очень у них такая, знаете, полупрозрачная текстура. Они вот прям супер-супер незаметные, как будто бы на коже, но при этом очевидно сразу, что появился какой-то румянец. И при растушевке они никогда вообще не оставляют никаких пятен, что тоже очень радует. Мне сейчас хочется продолжить макияж глаз, тем более мы его уже начали при помощи кремового хайлайтера. И сейчас давайте поработаем с сухими тенями. У меня есть вот такие 4 палетки от бренда Sensai. Некоторые из них я уже пробовала. Я хочу нанести ту, которую я еще не пробовала. Это вот такая вот в цвете 01. Немножко такая, знаете, хаки. И мне кажется, что она будет хорошо на мне смотреться. Сейчас я возьму объемную кисточку и нанесу вот этот вот светлый оттенок. В принципе, кстати, у всех палеток Sensai самый большой оттенок это вот такой вот сатиновый светлый. И я сейчас нанесу его на все подвижное веко, как такую подложечку. Ну что ж, тени достаточно мягкие. Точнее, я бы сказала, что они очень мягкие. У них такая, знаете, у всех какая-то слегка маслянистая текстура. То есть даже если на первый взгляд оттенок кажется вам матовым, поверьте, когда вы наберете его на руку, вы почувствуете вот это мягкое сатиновое какое-то сияние на руке. И это, конечно, очень красиво. Я считаю, что сатиновые тени, они всегда освежают, смотрятся очень благородно. В палетках практически нет матовых оттенков. Но они на самом деле способны для того, чтобы сделать какой-то и яркий образ, и нюдовый образ. И сейчас я буду наносить вот такой вот уже золотистый хаки на подвижную часть века. Тени ложатся очень-очень ровно. Мне вот прям буквально два движения кисточкой сделать, и все, они растушеваны, никаких вообще переходов нет. И это очень круто. Текстуры прям между собой отлично сливаются и растушевываются как будто бы самостоятельно. И сейчас при помощи плотной скошенной кисточки я воспользуюсь самым темным оттенком и прокрашиваю им ресничный край немножко. Мой макияж глаз уже почти готов, но я хочу добавить еще немножко вот этого золотого оттенка, чтобы использовать все оттенки теней из палетки. И при помощи этого цвета я немножечко подсвечу внутренний уголочек глаза. Ну что, друзья, макияж глаз практически накрашен при помощи одной палетки, оттенок номер 01. И сейчас хочется завершить при помощи такой какой-нибудь тоненькой красивой стрелочки. У меня есть карандаш автоматически в черном оттенке, но мне больше всего из таких продуктов для глаз. В формате карандаша очень нравится вот такой продукт лайнер, потому что здесь невероятно удобная кисточка, которая просто все делает за вас. И давайте сейчас продемонстрирую, как она быстро и легко это делает. Сказала тоненькую и коротенькую, получилась вот такая вот немножечко, практически самая моя длинная стрелка. Ну, я думаю, что неплохо, мы сейчас добавим ресницы и все будет муа. Так, стрелочки готовы, и теперь время, конечно же, для ресниц. Я буду использовать тушь, которая называется 38 градусов. Честно скажу, что мне ее не всегда достаточно. Я люблю прям, знаете, накрашенные, прокрашенные, яркие, такие плотные ресницы. Эта же тушь создает объемный, но при этом натуральный эффект. И почему она называется 38 градусов? Конечно же, потому что она смывается исключительно теплой водой. Поэтому учитывайте это, она не берется мицлярками, она не берется двухфасками, она смывается только горячей водой. Это тоже не для всех удобно. Мне это не всегда удобно. Я ее использую чаще именно в работе, в каких-то свадебных макияжах, когда нужна стойкость. А также для тех, у кого чувствительные глаза, и они достаточно часто слезятся, чтобы тушь никуда не убежала. Эта тушь, конечно, очень выручает. Ну что, давайте накрасим ресницы. Что хочу сказать, что эта тушь просто идеально разделяет каждую ресничку. Вот прям каждую видно. Но, как я уже сказала, у меня немножко не хватает густоты и плотности, поэтому я хочу еще ее добавить. Ну что, друзья, макияж глаз закончен, и только что я докрасила их тушью. Вы можете оценить результат. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, кстати, мои стрелы, потому что я редко рисую себе такие длинные. Но вот этим лайнером у меня они прям получились, мне ничего не пришлось поправлять, и я этому, конечно, безумно довольна. Честно признаюсь, рисовать себе стрелки у меня всегда вызывает стресс. Итак, ну что, помада для губ. Остались только губы. Кстати, бальзам, мне кажется, очень красиво смотрится. Его прям стирать не хочется, и можно оставить образ именно так. Но я, конечно, хочу показать вам помады. И у меня есть два фаворита. Это вот такая вот помада, которая в оттенке 01, называется Sakura Red. Это очень красивый красный. Я бы даже сказала, что он такой, знаете, какой-то ягодный, не классический. Помада имеет плотную консистенцию, при этом с таким, знаете, сатиновым увлажняющим финишем. То есть она не сильно блестит, но она очень комфортная. На каждый день, вот в носке, вы ее на губах при этом не ощущаете. И второй оттенок, который тоже является моим фаворитом, называется Cezuron Nude, 14 оттенок. И это такой классический хороший нюд, который всем всегда нужен. И опять же, та же увлажняющая текстура, плотная, плотная плотность нанесения, если можно так сказать. Ну, я думаю, вы меня поняли. Я сейчас немножко промокну бальзам, чтобы помада у нас держалась. И также проработаю контур карандашом. Для помады в оттенке нюд я буду использовать карандаш в цвете 06, Starring Nude. Очень мне нравится это название. И погнали! Такой вот оттенок карандаша. Мне кажется, он выглядит очень натурально. Не коричневый, не серый, не розовый. А вот прям как надо. Натурально, естественно. И подчеркивает, конечно же, такую, знаете, природную красоту губ. И теперь оттенком нюдовым я прокрашу губы. Так, добавим немножко румянца. И все, макияж готов. Ну что, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам и сегодняшний макияж. Потому что, мне кажется, он получился достаточно выразительным за счет длинной стрелки, которую я не планировала изначально делать. Но этот лайнер сделал все за меня. А также, в принципе, здесь, если добавить ресниц, либо изменить оттенок помады, сделать, например, сюда вот эту красную, то образ будет смотреться уже вообще по-другому. И мне очень интересно узнать ваше мнение, как вам мой макияж. Ну а я надеюсь, что подобные монобрендовые ролики вам полезны, они вам нравятся. Обязательно дайте мне знать в комментариях, так ли это. А также, пожалуйста, напишите в комментариях бренд, о котором вы бы хотели узнать поподробнее, чтобы я сняла подобное, так сказать, экскурсионное видео по бренду. Ну а я, конечно, всем желаю отличного настроения. Спасибо большое за то, что посмотрели этот ролик. Поддержите меня лайком, если вам было интересно и ролик вам понравился. Также не забывайте нажать на колокольчик и, конечно, подписывайтесь на канал, потому что здесь очень красиво и много полезной информации. Ну а я вам говорю еще раз спасибо. До новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok